7,5 миллиардов рублей потратит Чувашия в следующем году на социальную поддержку населения. Об этом и о том, какие изменения ожидаются в самой важной сфере, шла речь на еженедельном совещании в Доме правительства. Одно из самых главных нововведений. С Нового года молодые мамы будут дольше получать пособия на первенца, пока малышу не исполнится три года, а не до полутора лет, как было раньше. Увеличен и критерий нуждаемости. Критерий нуждаемости увеличен с полуторакратной до двухкратной величины прожиточной минимума. И планируется охватить данной поддержкой увеличить с 55 до 82% от родившихся первыми. Если в текущем году у нас 395 миллионов предусмотрено, получили 4675 семей, на 2020 год планируется 996 миллионов рублей и получат около 8700 семей. Меры поддержки предусмотрены в рамках национального проекта «Демография». Цель его – повысить рождаемость и улучшить качество жизни. Получатели, наверное, знают, сами за что получают и какой у них размер. Но, по крайней мере, эту информацию надо довести и до других для стимулирования рождаемости, для того, чтобы формировать позитивное общественное мнение. Ни в одном государстве мира такой социальной поддержки не оказывалось и не будет оказываться. В 2020 году большое внимание будет уделено и молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Они смогут получить дополнительное образование. Обучаться новым профессиям и повышать квалификацию смогут и те, кто воспитывает детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда – это 12 130 рублей. Если в текущем году на данном направлении было предусмотрено 4,4 миллиона рублей, то на 2020 год уже мы предусматриваем направить более 19 миллионов рублей. На совещании говорили и про обеспечение безопасности в новогодние праздники. Всего по всей Чувашии пройдет порядка 5000 новогодних торжеств, которые посетят более 800 тысяч человек. В местах массового пребывания людей в зимние каникулы будут дежурить больше нарядов полиции и работников МЧС.